приветствую вас друзья мои с вами Садридин я сегодня решил начать новую картину решил написать подсолнуховое поле вот я нашел прекрасную фотографию в интернете и хочу его изобразить здесь наподобие этой картины потому что я давно уже мечтал написать про подсолнух и картину или натюрморт или подсолнуховое поле как никак это очень красивые цветы это очень красивое растение подсолнух поэтому многие художники пишут про это начиная с Ван Гога поэтому я тоже сегодня хочу написать эту картину мне вот приготовил на холсте 16 на 20 инч значит написал то есть сделал акриловую подмалевку и теперь буду писать масляными красками я специально записываю чтобы те кто только-только думает начать пробовать себя на художественном поприще могли понаблюдать что они тоже это могут носить если сильно этого хотят так что я начинаю рисовать вы дорогие мои смотрите наблюдаете учитесь а опытные если допустим художники смотрят меня то они потом мне в комментариях надеюсь напишут подскажем что я так делаю что не так делаю это мне даст больше опыта конечно я буду благодарен только за это и так я начинаю а вы оставайтесь сами вот я нанес основные пятна цвет желтый остался еще с информатуры почему потому что здесь преобладает желтый цвет я теперь здесь буду основным выводить сами соцветия подсолнуха вот теперь мы будем присыпать к писанине самих корзинок подсолнуха это называется корзинка и лепестки цветов желтые вот и вот и вот и И так, друзья. Подмалевка завершена, я, значит, разметил все пятна и теперь приступаю к приданию соответствующих цветов и детализации. Первым делом я, значит, обработаю небо, придам ей более выразительный цвет. И так сверху вниз буду спускаться. Я всегда сочетаю приятное с полезным. Писать картину для меня это приятное занятие. А полезное занятие – изучать английский язык. Сейчас во время работы фоном у меня будет звучать английский язык. И так я буду запоминать новые слова, выражения. И, как говорится, обучаться английскому языку. Включаем английский. И мы с вами продолжаем наш неважнейший клиент английский язык до автоматизма с нуля до уровня advanced. Продолжаем. Оставайтесь со мной. Продолжаем. 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 Если вы обратили внимание, я не мажу кистью, как говорится, вот так вот вывожу, а ударяю. Такие ударчики наношу. Как работали импрессионисты. Это их не методы. Здесь, в этом случае, небо будет мерцать. вот эти удары оставляют такую фактуру которая потом будет отдаваться мерцанием это мы увидим конечно по окончанию работы а пока я вот так вот небо сделал здесь в нижней части более светлее сделал на верхней части более темнее чуть чуть более темнее чем внизу я не знаю сейчас камера вам это передает или не передает постарался сделать таким образом следующим этапом я сейчас лес деревья заработаю немножечко кровяной зеленой я добавлю немного голубой фице и немного немного коричневой краски чтобы немного теплее лес он был теплее чтобы немного черные зеленые немного черные зеленые а и мы в в в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пожалуй, да, четверка более-менее подходящая, с ней поработаем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...